ну что друзья давайте официально начинаем всем огромное спасибо кто присоединился сегодня ко мне давайте сразу же обсудим главные вещи которые нужно затронуть самом начале прежде чем мы начнем еще раз мы с вами встречаемся пока что каждую среду пока что раз в неделю все будет стабильно я постараюсь все успевать все подготавливать по длительности урока два часа максимум сегодня мы с вами начнем читать не саму книгу о предисловии потому что нам все равно нужно познакомиться вообще понять о чем эта книга и поверьте мне предусловие просто очень классная и если бы там не было чего то стоящего то мы бы его сегодня не разбирали мы с вами переходим к следующей очень важной вещи и принципе то вот здесь мы переключаемся на вот эту страничку я постараюсь не сильно отвлекаться на чат я буду смотреть у меня все под контролем буду отвечать на ваши вопросы обязательно задавайте спрашивайте если что-то непонятно это все для вас мне хочется с вами иметь какой-то интерактив отвечать на ваши вопросы помогать вам разбирать все это те кто знакомы с выпусками мистер и миссис смит знают что я люблю в конспекте выделять разными цветами различные темы и вот здесь я буду придерживаться той же самой логики и давайте мы сейчас с вами познакомимся что за цвета я использую что они означают смотрите все как обычно зеленый на закрепилась эта новая лексика красненький цвет опасный это грамматика конечно же у кого нет проблем с грамматикой будем эту грамматику разбирать чтобы с ней больше никаких проблем не было фиолетовый это те фразы которые вы очень легко можете догадаться из контекста потому что они звучат практически идентично нашим русским фразам и вот я их решил выделить в отдельный такой пласт потому что их очень-очень много и такие фразы как правило легко запоминаются потому что это то что вы уже на самом деле знаете на русском языке и буквально это дословный перевод с русского на английский но с небольшими нюансами и вот эти нюансы мы с вами будем покрывать синенький цвет для вашего кругозора это может быть лексика это может быть грамматика но это не то чтобы знать вот прям обязательно и четко нужно с этим разбираться просто мы это обсудим а дальше уже вы решаете хотите это запоминаете хотите нет то просто развитие кругозора и последний цвет это желтенький это фонетика это как правило вещи которые интересно разобрать с точки зрения произношения когда мы читаем и тем не менее работы над своим произношением постараюсь сделать для вас инструменты чтобы вы смогли тоже это читать отрабатывать и в общем-то прогрессировать я уверен что пройдет пару глав и вы уже втянетесь вы уже поймете что каждый цвет означает и абсолютно не будете путаться в том числе в конспекте все выделено теми же самыми цветами но раз вопросов больше нет let's get it started как я уже сказал сегодня мы не будем начинать именно читать книгу а разберемся самым-самым началом когда вы открываете книжку да первую корочку переворачиваете что обычно кроме конечно вот этого table of contents да это оглавление это нам не так интересно а вот предисловие или по-английски forward это будет уже интересно почитать прежде чем я прочитаю все предисловие от начала и до конца оно вообще небольшое и в этом огромный плюс этой книжки и у меня к вам сразу же вопрос есть два слова как вы думаете эти слова произносятся одинаково или по-разному на самом деле друзья эти слова произносятся абсолютно одинаково и если вы не поленитесь и зайдете потом юглиш можете послушать кучу-кучу вариантов они произносятся идентично но почему здесь возникает некая сложность потому что смотрите если мы вот с вами возьмем просто отдельно корни то есть мы возьмем слово слово которое читается как word такой же звук как слове bird и возьмем слово палата произносится как word еще раз услышите эту разницу word word но это ударные позиции поэтому мы четко слышим разницу между звук и ор но когда мы с вами говорим о вот этих словах то позиция здесь безударная вы просто не будете выговаривать четко здесь гласный звук потому что ударение будет на первый слог forward здесь вы видите в транскрипции звук шва с так называемый are colored sound то есть есть вот этот призвук р forward но если вы заглянете и посмотрите как пишется слово предисловие то в транскрипции увидите уже как раз четкий звук р но не верьте этому это не ударная позиция здесь тоже звук шва forward никакой разницы нет давайте разогреемся я хочу чтобы вы включились так сказать в английский максимально давайте я вам сейчас полностью прочитаю предисловие от и до поехали the idea for the ecobog came to me a long time ago the word ecobog derives from ecobod meaning no glory or the glory has departed i think you'll understand why i chose the name once you've read the story which deals with themes that have always interested me what are the monsters we conjure tell us about ourselves what must happen for evil to get a grip on a person or in a country and what does it take to defeat it why do people choose to believe lies even on scanned or non-existent evidence the ecobog was written in fits and starts between harry potter books the story never underwent any serious modifications it always started with poor mrs dovetail's death and it always ended well i won't say how in case you're coming to it for the first time i read the story aloud to my two youngest children when they were very small but i never finished it much to the frustration of mackenzie whose favorite story it was after i finished the harry potter books i took a five-year break and when i decided not to publish a children's book next the ecobog went up into the attic still unfinished there it stayed for over a decade and there it would probably be still if the covet 19 pandemic hadn't happened and millions of children hadn't been stuck at home unable to attend school or meet their friends that's when i had the idea of putting the story online for free and asking children to illustrate it down from the attic came the very dusty box of typed and handwritten papers and i set to work my now teenagers who'd been the ecobog's very first audience sat and listened to the nightly chapter once it nearly finished every now and then they'd ask why i'd cut something they used to like and naturally i reinstated everything they missed astounded by how much they remembered in addition to my very supportive family i want to thank those who helped me bring the ecobog online in such a short space of time it really was a herculean effort by all concerned and i couldn't be more grateful i'd also like to thank every single child and the occasional adult who submitted pictures for the illustration competition looking through the artwork has been a joy and i know i'm far from alone in marveling at the talent on display i'd love to thank the ecobog gave some future artists and illustrators their first public exposure returning to the land of carnicopia and finishing what i started so long ago has been one of the most rewarding experiences of my writing life all that remains to say is that i hope you enjoy reading the story as much as i enjoy writing it как ваши впечатления насколько процентов примерно вам понятно все что здесь было написано joan ну что я снова читаю абзац первый и мы начинаем четко по предложению разбирать процентом на 60 70 только понял что написано ничего страшного абсолютно александр мы здесь как раз для того чтобы этот процент немножко поднять итак первый абзац еще разок the idea of the ecobog came to me a long time ago идея об этой книге об этой книге об экобоге пришла к ней довольно давно пишет она от первого лица да пришла ко мне давно a long time ago и здесь она немножко раскрывает откуда это слово взялось как я вам уже говорил да вот что мне нравится вообще в творчестве роулинг что она филолог по образованию и она любит в словах прятать какой-то скрытый смысл так вот слово ecobog произошло от слова he cabod and if i'm not mistaken ecobod it's a biblical figure and also there is a fictional character named ecobog crane who i actually found out in one of my favorite video games called the wolf among us волк среди нас так называется эта игра и там был персонаж который русскому читателю мне кажется ни о чем не говорит его имя ecobog crane crane как журавль так вот вот это слово из hebrew официальный язык израиля означает no glory бесславный or the glory has departed то есть слава покинула depart уходить либо может быть умирать такое значение я думаю что вы поймете почему я выбрала такое название why i chose the name once you've read the story когда вы прочитаете которая затрагивает темы которые меня всегда интересовали that have always interested me прежде чем мы пойдем дальше интересный момент который я заметил когда проверял русскую вариацию этой книги так вот там переводчик написала следующие строки когда вы начнете читать книгу сразу поймете что я имею ввиду согласитесь поймете что-то когда вы начнете читать и поймете что-то когда вы уже прочитали это совершенно разные вещи и меня очень удивило что буквально в самом начале перевода книги уже такая фактическая как по мне ошибка окей дальше давайте сразу же с новой лексикой разберемся и как раз для этого у нас есть конспектик который я вам готов продемонстрировать сразу же видим да тот же самый color code и что же такое conjure to conjure to make something appear by magic or as if by magic so for example the magician conjured a rabbit out of his hat иллюзионист каким-то магическим образом достал кролика из шляпы и здесь значит такой философский вопрос у джоанна спрашивает что вот эти монстры которые мы придумываем которых мы пишем что они говорят о нас откуда такие образы вообще появляются и дальше она развивает эту мысль what must happen for evil to get a grip on a person or in a country and what does it take to defeat it и здесь я выделяю это фиолетовым цветом потому что если вы попробуете прям дословно перевести эту фразу то неожиданно обнаружите что мы с вами точно также очень часто говорим и это звучит как что должно такого произойти чтобы что-то случилось native speak то есть это так как эти фразы максимально естественно звучат в английском языке то зачастую бывает мы стараемся найти какой-то эквивалент переводим буквально дословно с русского на английский получается не совсем точная формулировка вот так это звучит what must happen for something здесь мы можем заменить чтобы что-то случилось например what must happen for you to hit a person or the person но здесь у нас еще есть вот такая фраза to get a grip on a person кто-нибудь знает что такое грипп напишите пожалуйста в комментариях хватать да если мы говорим про глаголы и совершенно верно цепляться да можно и так перевести здесь мы видим это в качестве существительного хватка да вот вижу анна пишет схватить что-то захватить контроль если мы говорим более метафорически и соответственно вот это идиома to get a grip on something это значит завладеть кем-то или захватить контроль над кем-то что такого должно произойти со злом чтобы оно полностью захватило человека или страну чего это стоит чтобы это одолеть от этого избавиться why do people choose to believe lies почему люди склоняются выбирают верить неправде даже когда нет никаких доказательств вот слово scant означает практически не имеющий чего-то very little or not enough я бы хотел чтобы вы именно запомнили вот это словосочетание потому что в каком бы словаре вы не завели это слово если вы захотите посмотреть в юглише вы тоже увидите именно такое частотное употребление этих двух слов рядышком scant attention when i worked on mr and mrs smith i paid scant attention to the movie's plot случилось даже так что я просто забыл что бенджмин дэнс у нас был в самом начале что это он там чуть ли не главный ключевой персонаж и я только к концу фильма понял кто есть кто все мы с вами закончили с первым абзацом а вот теперь про сам игобок как он был создан поехали the eagle bug was written in fits and starts between harry potter books in fits and starts интересное выражение согласитесь как вы думаете что это значит знаете ли вы такое выражение из контекста so right she was working on the harry potter books and in between she was working on something else which was the echo bug if something happens in fits and starts it does not happen smoothly but keep starting and then stopping again i hate complaining but if only i didn't get new subscribers in fits and starts so it's about my channel one day i could get i don't know a hundred of new subscribers the other just just a couple of them значит она работала над этим и к богам между делом пока писала свои известные книги про гарри поттера this story never underwent any serious modifications не было внесено никаких серьезных изменений в эту историю it always started with poor mrs dovetail's death and it always ended well i won't say how история всегда имела тот же самый сюжет мы еще не знаем кто такая mrs dovetail но при этом роулинг не говорит чем же это закончится почему потому что они хочется полерить я не скажу как эта история кончится или кончилась да в случае если вы только собираетесь ее прочесть впервые let's keep going i read the story allowed my two youngest children when they were very small but they never finished it я прочитала эту историю да здесь только из контекста я понимаю что читать нужно в прошедшем времени i read i read the story allowed я прочитала вслух эту историю моим двум младшим детям когда они были очень маленькими но я так и не закончила эту историю смотрите when they were very small опять же я не мог не обратить на это внимание когда читал потому что с опытом тебя нарабатывается какой-то определенный багаж устойчивых выражений и например всегда когда я говорю про свое детство я использую обычно две фразы when i was a kid or when i was a child or when i was very little как вы думаете отличается ли это от when i was very small или little и small синонимы и никакой разницы между ними нет как вы думаете вообще если мы так немножко отойдем от контекста детства и просто сравним в лоб в лоб little и small little описывает либо количественно что-то мало маленькое количество чего-то либо описывает возраст если мы говорим про человека поэтому вот это выражение when i was little оно очень прижилось и всегда обычно так и говорят when i was little small это же прилагательное которое описывает именно размер чаще всего it can be a big person it can be a small person depending you know what they look like но мы в общем-то не сомневаемся что джоан роллинг она у нас носитель английского языка и она здесь пишет small when they were very little было бы более канонично сказать но я посмотрел этот вопрос в интернете что мне сказали носители они сказали что выражение when i was very small оно звучит неестественно и это написало прям очень большое количество человек на форумах и я очень так удивился потому что для меня оно тоже звучит неестественно я никогда этого в принципе его не встречал но тем не менее некоторые носители сказали о том что так можно сказать возможно это звучит более формально да это не совсем канонично это не так распространено как when i was a very little boy or girl но тем не менее носители иногда могут это использовать но частотность такого употребления будет гораздо гораздо ниже окей я надеюсь что с этим понятно если нет обязательно задавайте вопросы давайте дальше much to the frustration of mackenzie mackenzie это один из ее соответственно сыновей whose favorite story it was то есть маккензи очень любил эту историю и к его глубокому разочарованию much to his frustration эта история так и не была закончена ой прошу прощения прошу прощения извиняюсь спасибо ирина спасибо александр да неопытный я стример неопытный еще разок к сожалению маккензи к его разочарованию история не была закончена далее after i finished the harry potter books at the five-year break когда я закончила писать свои книги о гарри поттере я взяла пяти годичный перерыв как вы думаете почему я выделил это красным цветом конечно потому что распространенная ошибка что я часто часто слышу от своих учеников в том числе five years break потому что пять лет же должно же быть множественное число но нет если вы используете это как compound adjective она называется то не нужно добавлять окончание множественного числа я об этом рассказывал в подробностях в одном из роликов по смитам где-нибудь сделаю аннотацию вы сможете это пересмотреть этот фрагментик значит она взяла перерыв и затем решила не публиковать детские книги в дальнейшем и таким образом и кобок went up into the attic дословно он сам поднялся в attic attic это чердак таким образом он оказался на чердаке так и незаконченный still unfinished вот такая вот интересная история и кстати кто не знал у джон роллин есть серия книг детективов которые были изданы под другим именем роберт гелбрейт например зов кукушки шелкопряд вот первые две книги которые я читал и так сказать благодаря им я знаком со слогом этой писательницы потому что гарри поттера в оригинале я не читал друзья у меня к вам есть небольшой вопрос я думаю что вы с легкостью на него ответите мы уже встречали harry potter books да а теперь мы видим after i finished the harry potter books почему здесь она ставит артикль а вот здесь артикли нет как вы это понимаете и что для вас этот артикль значит для меня этот артикль означает что это законченные книги то есть вот это подчеркивание того что это книги уже известные да 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 во втором случае имеется ввиду все уже написанные книги абсолютно верно я это интерпретирую точно точно так же мне кажется это очень прикольный момент я люблю вот такие вот маленькие детали маленький артикль который вот казалось бы да не обратили вы на это внимание ничего страшного но вот когда вы обратили на это внимание подумали и так это оказалось не совсем так просто как как могло показаться на первый взгляд но что случилось то после этого брейка и после того как эти книги оказались на чердаке there it stayed for over a decade и больше десяти лет пролежала эта история незавершенной на этом чердаке а что это за предложение с точки зрения грамматики скажите мне пожалуйста условное третьего типа не совсем вот эта часть относится к третьему типу почему давайте быстренько разберемся вспомним третий тип у нас говорит о чем о событиях которые были в прошлом либо мы хотим выразить то что не сложилось и мы как бы описываем regret до сожаления либо мы просто рассуждаем об альтернативном прошлом смотрите пандемия к сожалению была была если бы вот ее не было и пандемии мы знаем что была в прошлом 2020 году она уже к настоящему не имеет никакого отношения понимаете да вот здесь очень важно показать третий тип и то же самое вот в этой части and millions of children hadn't been stuck at home то есть мы знаем что дети в этот период да не только дети все мы были вынуждены оставаться дома и мы рассуждаем о том что а вот если бы этого не было это прошлое мы пытаемся так сказать это прошлое изменить сказать а что если бы если бы вот это не случилось вот этот третий тип условных предложений а вот здесь это как раз второй тип потому что это уже относится к настоящему моменту да вдумайтесь она говорит он бы до сих пор находился на этом чердаке этот икобок она рассуждает вот если бы вот эта вся пандемия не произошла то он до сих пор там находился окей таким образом мы получаем mixed conditional speaking of which can you make a short sentence если бы я не прочитал пост в телеграм неделю назад то я бы сейчас не смотрел этот прямой эфир вот вот вадим белов посмотрите на ответ if i hadn't read the post i wouldn't be watching выше сейчас смотрите это явно то что происходит в данный момент поэтому мы должны это подчеркнуть с помощью continues i wouldn't be watching yeah if i hadn't read a wouldn't be watching нет наталья if i didn't read didn't read это второй тип он не имеет ничего с прошедшим временем да я специально подчеркиваю на прошлой неделе я выложил пост и вы его прочитали и поэтому вы здесь if i hadn't read the post подчеркну его важность on telegram эта частичка очень важно со всеми соцсетями last week i wouldn't be watching this live stream right now убираю я в скобочки для чего для того чтобы вы поняли что вот эти маркеры мы их используем либо нам действительно когда нужно показать в какой момент что-то произошло что именно в last week либо когда мы тренируемся с вами да то есть для нас это такая немножко структура искусственная нам нужно запомнить какие времена мы используем и поэтому мы себе помогаем мы даем вот эти маркеры и с помощью этих маркеров мы себя контролируем окей last week по этому hadn't read right now по этому wouldn't be watching но носители эти маркеры могут спокойно выбрасывать потому что используя правильные грамматические структуры вы четко даете собеседнику доносите до него мысль если мы вот так вот уберем это вообще ничего не поменялось все равно с помощью hadn't read мы выражаем события из прошлого а с помощью wouldn't be watching мы выражаем то что происходит сейчас или имеет временную тенденцию этот момент очень часто упускается из вида я всегда стараюсь своим ученикам говорить об этом потому что да вот эти структуры мы их искусственно тренируем 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 эти маркеры вставляем но по идее они избыточны потому что сама структура очень часто показывает все и не нужно добавлять это вопросов нет можем ехать дальше давайте добьем этот абзац именно в тот самый момент когда случилась пандемия у меня возникла идея выложить эту историю про ика бога онлайн бесплатно for free и попросить детей про иллюстрировать ее и мы эти иллюстрации будем с вами видеть на протяжении всей книги и кроме того эти иллюстрации еще и разные потому что в разных изданиях этой книги в зависимости от той страны где она печаталась эти картиночки будут разные поехали дальше down from the attic came the very dusty box of typed and handwritten papers and a set to work и вот тогда с чердака пришла это запылившаяся коробка dusty box напечатанных и написанных от руки листов и я взялась за работу and i set to work в рыбе это простое предложение друзья да а как вы думаете а почему я его выделю красненьким я думаю что вы уже поняли что это у нас грамматика но почему здесь что что меня здесь привлекло как вы думаете вадим белов пишет артикль the нет артикль меня не очень привлек да здесь понятно почему он употребляется потому что та самая коробка которую она 10 лет назад закинула на чердак антон пишет порядок слов хорошо людмила пишет порядок слов да абсолютно правы порядок слов what is this grammatical construction called that the normal subject verb word order is reversed what is it called и самое главное what is it used for напишите ваши предположения в комментариях отлично антон пишет инверсия и лена пишет инверсия абсолютно верно это инверсия мы с вами сейчас это посмотрим достаточно подробно почему потому что это действительно вещь которая преимущественно встречается именно в литературе а мы с вами как раз читаем книгу я вообще буду рассказывать в подробностях те вещи которые относятся к литературе потому что это дальше нам будет попадаться еще и еще и еще смотрите на самом деле для меня это самый скучный тип инверсии это литературный прием и все что нам нужно запомнить что такая инверсия встречается когда предложение начинается с наречия мест чаще всего это here или there и поверьте мне примеров вы встречали постоянно например здесь начинается самая интересная часть произведения то есть видим да начинается вот с этого adverb of place here или there но также могут быть и другие варианты например смотрите outside the house или как у нас давайте вернемся down from the attic outside the house is a big swimming pool это не значит что вы не можете сказать there is a big swimming pool это будет тоже верно просто литературно можно вот таким образом сказать is a big swimming pool но будьте осторожны потому что инверсия никогда не может происходить если вы используете местоимение поэтому допустим мы что-то подаем мы говорим here you are или there you go нельзя сказать there go you с местоимениями инверсия не работает все темы is this a book i don't know neither am i here comes the most interesting part это все инверсия то есть в учебнике это все будет в одном разделе просто нужно понимать что инверсия используется для разных вещей в том числе вот я видел вы в комментариях писали для акцентирования чего-то но нам это пока не попадалось поэтому давайте не будем в это все углубляться сильно я надеюсь что здесь все понятно просто познакомились это нам будет попадаться очень очень часто давайте вернемся к нашей книги my now teenagers мои теперешние уже подростки тогда они были детьми could be in the icobox very first audience те кто были первыми слушателями этой истории они садились и слушали еженочно можно я так скажу слушали по главе когда я почти уже закончил написание этой истории nightly мы знаем что суффикс и зачастую говорит о наречиях да quick quickly или beautiful beautifully но здесь это прилагательное и я не хочу чтобы вас это смущало давайте я вам приведу еще несколько слов которые работают точно таким же образом например конечно же слово friendly например costly дорогой the elderly это будут пожилые люди пенсионеры или там призрачный ghostly и как видите все что их объединяет это вот этот суффикс так что вот есть отдельные прилагательные с одним и тем же суффиксом далее every now and then they ask why it cuts something they used to like and naturally i rein stated everything they missed astounded by how much they remembered every now and then постоянно они спрашивали почему я вырезала ту или иную часть что-то что-то вырезала из того что они им раньше нравилось когда они были детьми таким вот естественным образом я восстановила все о чем они скучали да получается they missed и одновременно поражаясь как много они помнили я думаю что здесь ни у кого нет никаких вопросов однако у меня есть к вам небольшой вопрос they ask why it cut я выделю это конечно же красненьким цветом потому что речь идет снова о грамматике скажите мне вот этот апостров ди в обоих случаях что он означает а вы посмотрите внимательно может быть это два разных слова зашифровано every now and then they д ask это действительно вод а вот why i'd cut something they used to like это уже не вод а это had и вот как вы написали в комментариях абсолютно верно вот описывает что-то прошедшее а если мы говорим про had cut то это как результат то есть они постоянно меня спрашивали почему я вырезала ту или иную часть которая им нравилась давайте мы поподробнее вот на эту историю посмотрим знать это нужно обязательно это очень часто встречается в литературе в рассказах везде 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 если мы с вами описываем то что происходило регулярно в прошлом но не имеет настоящий момент ничего то есть мы уже этого не делаем то мы можем использовать вот так же как мы можем использовать used to но в чем отличие в том что мы не можем использовать вот с глаголами состояния have или глаголом be то есть нам обязательно нужен глагол действия как у нас здесь в примерах смотрите i would go i would play i would invite и что очень характерно для вот этой грамматической конструкции would что мы добавляем наличие чистоты вот это прям ключ я выписал это отдельно you often add a time expression как у нас книжки здесь смотрите every now and then often three to four times a week то есть вот такие вещи они очень часто идут в совокупности с этим вот еще один интересный момент о котором обычно никогда никогда не рассказывают если мы собрались рассказать какую-то историю то мы обычно начинаем с used to например i used to be a difficult boy я раньше был трудным ребенком и потом я начинаю это раскрывать и как я это делаю делаю это посредством would for example i would piss my parents off very often i would never do my homework after school i would never tidy up my room и так далее то есть вы даете ключ самое начало через used to а потом добавочные элементы чтобы раскрыть историю вы как раз описываете с помощью would понятно это скорее опять же не то что я прочитал в учебнике это наблюдение я очень люблю слушать и подкасты и истории и вот это вот тенденция она прям прослеживается прям позамечайте пообращайте на это внимание итак мы с вами покрыли две важные грамматические темы которые нам будут попадаться еще раз это инверсия и это вот вот в таких рассказах да про прошедшее время используется очень очень часто вы увидите что почти в каждой главе нам это будет попадаться но теперь мы уже с вами знакомы с этим и кроме того вы можете сами это все конечно это ваш конспект вы сможете все это еще раз прочитать посмотреть может быть доп информацию какую-то погуглить если вас это заинтересовало но мы тем временем двигаемся дальше давайте потихонечку заканчивать разбор этого предисловия в добавление к поддержке моей семьи которая меня всегда поддерживала я хочу поблагодарить тех кто помог мне выпустить экобок онлайн в свет за такой короткий промежуток времени и здесь тоже да интересно для меня это не знаю short period of time более устойчивая так скажем конструкция на мой слух но тем не менее здесь роун пишет short space of time и здесь она благодарит своих редакторов management team я думаю что это не так интересно мой агент в общем это мы можем пропустить далее это был действительно гигантский труд herculean effort у нас кстати в русском языке нет мы так не говорим там геркулесова у нас только каша геркулесова мне кажется herculean такое произношение еще интересное herculean collocation опять же который вы встретите везде это herculean task то есть очень трудно выполнимое задание she had the herculean task of bringing up 4 children alone а у нее была непосильная задача взрастить вырастить воспитать 4 детей в одиночку and i couldn't be more grateful я очень очень благодарна не могу выразить насколько я благодарна i'd also like to thank every single child хочу поблагодарить каждого ребенка и каждого взрослого occasional да тот кто случайно тоже в этом поучаствовал the people who submitted pictures for the illustration competition те кто отправили свои работы на вот это соревнование иллюстрации looking through the artwork has been a joy and i know i'm far from alone in marveling at the talent on display просматривая ваши работы the artwork да опять же почему артикль потому что она только что их упомянула да работы вот этих детей которых она поблагодарила действительно удовольствие она получила от этого has been a joy and i know i'm far from alone in marveling и я знаю что я и снова фраза которая очень легко понятна из контекста далеко не одна кто так считает я далеко не одна кто восхищается теми работами которые были выставлены on display i'm far from alone я далеко не один кто так считает или кто в это верит i'm far from alone in главное вот этот предлог in believe in this or i'm far from alone in my view on this классно я лично получаю огромное удовольствие когда нахожу такие фразы потому что не нужно ничего изобретать никакой велосипед эти фразы уже четкие они есть их просто найти marvel как глагол означает восхищаться и удивляться чему-то visitors to Budapest marvel over the beauty of the city если не были в Будапеште рекомендую посетить you would definitely marvel over the beauty of the city или как прилагательное тоже думаю что вы прекрасно знаете marvelous мы можем перефразировать вот это предложение people who come to Budapest are always impressed with how marvelous the city is по значению эти предложения абсолютно одинаковые да здесь я использовал marvel как глагол здесь как прилагательное и еще одну вещь которую вам хочу показать последнее слово на сегодня это on display это то что выставлено сейчас в музее например на показ there is an Egyptian art collection on display at the museum at the moment сейчас выставлена какая-то египетская коллекция давайте заканчивать I'd love to think that the Icobo gave some future artists and illustrators their first public exposure мне хочется думать тоже кстати можно отнести это в виолетовенькую категорию мне хочется думать что Icobo дал будущим художникам и иллюстраторам первый выход в свет their first public exposure когда выйти в свет показать что-то таланты свои например return to the land of carnicopia and finishing what I started so long ago has been one of the most rewarding experiences of my writing life возвращение в страну под названием carnicopia мы с этим познакомимся уже в первой главе это так называется страна в которой происходит действие carnicopia скажу сразу что это рок изобилия вернувшись и закончив то что я начала так давно но было одним из самых как-то перевести да которые мне дали какую-то награду какое-то удовлетворение важнейших да опытов в моей карьере писателя в моей писательской жизни the experiences пишет Вадим да experience может быть как неисчисляемым существительным опыт в таком широком смысле experiences какие-то события угу абсолютно согласен нам не впервой так сказать встречать существительные которые меняют свое значение да могут быть иисчисляемые неисчисляемые и последнее all that remains to say is that i hope you enjoy reading this story as much as i enjoy writing it все что остается сказать так это то что я надеюсь что вы насладитесь этой историей так же сильно как и я когда я ее создавала когда я ее писала вот в принципе то и все jk rowling july 2020 ну вот друзья маленькое такое предисловие мне оно очень понравилось я нашел много всего интересного с этим всем поделился с вами давайте будем на сегодня заканчивать всем огромное спасибо кто пришел увидимся через неделю все самое актуальное как вы знаете в telegram канале поэтому если вы не подписаны подписывайтесь там буду держать вас в курсе со всеми новостями все друзья thanks a lot for watching see you soon next week bye-bye guys и